Со стороны может показаться, что на льду собираются рыбаки. На самом деле проходит спецоперация. На озерах села Пустынь спасают рыбу. Ей не хватает кислорода. Природные явления – заморы. Озера под толстым льдом, поэтому обитателям водоемов становится трудно дышать. На помощь приходит человек. Спасение – целая наука. Мы берем бензопилу, прорезаем, делаем квадрат. Квадрат бензопилой. У нас, так как шин у нас не хватает, значит, мы пилу оставляем. Берем такое присопление. Это называется пешня. Мы начинаем выкалывать. Дальше в лунку вставляют сухой трубчатый тростник. И вот так рыба начинает получать кислород на протяжении всей зимы. Озера вблизи села Пустыня – это несколько водоемов общей площадью в 300 гектаров, богатый на улов. Федор Маслов ходит на рыбалку в здешние места круглый год – и зимой, и летом. Рыбак со стажем признается. Спасательная операция, организованная региональным министерством экологии и природных ресурсов, крайне необходима. В противном случае местные жители могут лишиться своего рыбного богатства. Тут рыбы много. Всякая рыба плотва, окунь, щука, карась, лещи, красноперка, язи, налимы. Делать специальные лунки от заморы важно на каждом водоеме. Все Нижегородские озера в зимний период попадают в зону риска. Сергей Щеплягин, Ренат Бикбаев из Раждамасского района. Время новостей.